Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер сегодня много говорил о России и российских угрозах. Он выступил перед студентами престижного университета Сент-Эндрис в Шотландии. Что интересно, это лишь второе публичное выступление главного разведчика Соединенного Королевства за 4 года. Янгер заявил, что Россия не должна недооценивать готовность и способность Британии защитить себя. И давайте послушаем фрагмент его речи. Важно то, что нам противостоят противники, которые считают, что находятся с нами в постоянной конфронтации. Одними из самых вопиющих примеров тому стало нападение в Солсбери, в ходе которого Россия применила боевое отравляющее вещество на британской территории. Мы не стали отвечать на эту откровенно враждебную акцию, применяя российскую тактику. Вместо этого, опираясь на наши ценности, мы задействовали нашу юридическую систему и связи с союзниками. Мы раскрыли исполнителей и скоординировали самое масштабное выдворение представителей российских спецслужб с территории стран НАТО и других наших союзников, заметно снизив российский разведывательный потенциал. Перед лицом таких нападений мы с союзниками хотим дать понять, какую цену придется за них платить. Наша задача заставить Россию прийти к выводу, что какие бы выгоды они не планировали извлечь из своих действий, в конечном счете они не стоят вовлеченных рисков. И делать это мы будем по нашим правилам, в соответствии с нашими законами и ценностями. При этом мы достигнем успеха. И я предостерегаю Россию и любое другое государство, намеревающееся подорвать наш образ жизни от недооценки нашей целеустремленности и наших возможностей и возможностей наших союзников. Янгер также сказал, что британская разведка сейчас борется с новым типом угроз, и что методы противодействия, выработанные ранее, перестали быть действенными. По его мнению, наступила эпоха некоего четвертого поколения шпионажа. Она должна опираться на сочетание новых технологичных методов и проверенных временем старых. Искусственный интеллект, как он сказал, будет работать вместе с человеческим. Сейчас на Минстуде наш европейский корреспондент Юрий Вендик. Юра, что это за новые методы и как именно британская разведка будет работать с их помощью? Вкратце мы их уже описали. В подробностях, каких-то особенных подробностях, конечно же, Алекс Янгер их не описывал. Но мы знаем и из его речи, и из других источников, в том числе официальных правительственных документов, что да, это будет какое-то соединение возможностей искусственного интеллекта, квантовых компьютеров с какими-то традиционными навыками возможности электронных средств быстро обрабатывать огромные массивы информации и вычленять оттуда нужную для разведки и для правоохранительных органов тоже информацию. Кроме того, из выступления Флеминга и из выступления в этом году главы правительственного центра связи, это электронная разведка Британии Джереми Флеминга, из выступления Янгера, да, и Джереми Флеминга. Флеминг это контрразведка, Янгер разведка. Нет, нет, это электронная разведка, мы знаем, что электронная разведка расширяет свои возможности и для оборонительных, и для наступательных, свои возможности киберопераций и расширяет буквально численно подразделения, которые этим занимаются. Ну, в общем, в целом, вот так вот главы разведывательных ведомств Британии видят эту... Ну, вот глава британской разведки еще отметил, что Ми-6 сыграл ключевую роль в раскрытии лиц, которые были причастны к отравлению Скрипаля, полковника бывшего ГРУ и его дочери. А как именно он не объяснил? Нет, как именно он не объяснил, в основном почти все, что он сказал на эту тему, мы уже процитировали. Да, и его слова можно истолковать так, что именно разведка Ми-6 раскрыла исполнителей этого преступления. И, по словам Янгера, координировала вот эту масштабную кампанию, назвала ее крупнейшей в истории, единовременной высылкой российских офицеров разведки из стран НАТО и стран-партнеров Британии. Напомним, там 150, больше 150 человек было в сумме выслано из разных стран. И что, по словам Янгера, серьезно подорвало разведывательные возможности России? О каких-то тонких подробностях, конечно же, он не говорил. Это понятно в силу специфики его рода деятельности. Ну и, кроме того, возвращаясь к нашей первой теме, к аспекту обновления разведки, шпионажа четвертого поколения, Алекс Янгер призвал молодежь, он же выступал в университете, в котором сам учился, призвал молодежь идти в разведку, наниматься на работу. Который учился, кстати говоря, заброга принца Вильяма. Да, но Янгер сказал, что им нужны самые разные люди с разными навыками, и что не стесняйтесь, заявляйте о себе, наверное, вы нам нужны.